Знаешь, бывают такие имена, которые, ну, не запомнишь первая, забывали у тебя такие ситуации в жизни, когда потом не можешь к человеку обратиться. И переспросить как-то, ну, может быть, неловко, конечно, имя же необычное, какое-то, может быть, даже придуманное. А мне кажется, это именно повод переспросить, потому что, наверное, часто человек переспрашивает. И даже познакомиться с такими людьми, конечно же, тем более, что это какую фантазию надо иметь родителям, чтобы необычно назвать имена своих детей. Окей, значит, давайте знакомиться с нашими прекрасными гостями. У нас сегодня художник, музыкант Рейнольд Георгий Очкин. Доброе утро тебе. Доброе утро. И тебя приветствуем. Видим, что ты не с пустыми руками приехал. Летишь. Летишь. Ну и мама четверых детей Анна Твердова. Доброе утро. Здравствуйте. И вам знаем, что всех детей вы назвали как-то необычными. Не совсем всех, конечно. Ну, будем разбираться тогда потихонечку. Почему вы выбрали для сына такое, ну, редкое, необычное имя? Ну, дело в том, что у нас средний мальчик третий получился Роберт. А Роберт – это очень сильное имя. И очень такое прям, ну, он всепобеждающий. Он победитель всего на свете. И уже когда во время беременности в 11 недель мы уже точно знали, что второй тоже будет мальчик, четвертый вернее. Я не привыкла, потому что разница между старшей парой детей и младшей – 20 лет ровно. И поэтому у меня один-два, один-два. Я всегда говорю, у меня два по два с разницей в 20 лет. Ну, так получилось. Близнецы? Нет. Два года разница. А, два года. Два года, да, два по два. И когда мы знали уже точно, что будет мальчик, встал вопрос о выборе имени. Ну, очевидно же, что два мальчишки с разницей в два года, они всегда будут вместе везде. Имена должны быть созвучные. Ну, так как у Роберта очень такая мощная история у имени, соответственно, второе имя должно было быть тоже достаточно мощное, чтобы они друг друга, ну, собственно говоря, никаким образом… Ну, то есть, чтобы они могли жить нормально вместе. И это была очень долгая история, я не могла найти имя, перебирала все-все-все, при условии, что Роберт – это у него история древнескандинавского. И потом, где-то на 20-й неделе вдруг у меня воспоминание такое из глубокой молодости. В 96-м году вышел фильм «Джерри Магуайр», и там был такой мальчик у главной героини, сын, его звали Рей. И я в свое время сказала, ой, мне бы такого умного сына. И у меня это Рей отложилось, и все, и в 20 недель я решила, Рей, все, это Рей. Это же тот самый мальчик Рей, которого я очень хотела. Умный мальчик Рей. Все, и, собственно говоря, я на этом успокоилась. Старшим детям сказала, как вы относитесь, если у вас будет брат Рей. Они в восторге, хлопали, аплодировали. И мы начали думать, какое же полное имя у Рея. Какое может быть. И, собственно говоря, определили, что вот Рейнольд подходит больше всего. И, собственно, назвали, но бабушке не говорили. Почему? Для бабушки, видимо, Георгий все-таки. Бабушка ждала Георгия, да. И когда мы уже принесли мальчика из роддома, и по-прежнему не говорили имя Рей при ней, а она долго не могла понять, а что происходит, почему вы до сих пор не оформили документы. И потом мы проговорились, Рей, Рей. Она, как? Как вы сказали? Я даже, а как полное? Рейнольд. Ну, тут у нее вообще забрало, упало. И она сказала, нет, я буду его называть мальчик. Вот так вот. Это была такая прямо вот, да, трагедия. Я, как мать четверых детей, значит, была в таком... Вы учились компромиссы, наверное, за это все время. Ну, нет, вы знаете, я на самом деле пришла, я долго боролась с собой с мыслью то, что это же я мать, я родила, это мое право называть ребенка, я его вынашивала, и в конце концов. Мы уже сегодня не первую просто историю про бабушек слышали, что они обижаются. И моя мудрая дочь, старшая дочь, она сказала, «Мам, мы же евреи, у нас принято давать двойные имена, в чем проблема? Давайте двойное имя». Я посмотрела российское законодательство, ничего, вообще никаких проблем ничего не запрещает. Все, значит, мы пошли в ЗАГСе, спокойно, совершенно, вообще никаких вопросов ни у кого не возникло. Просто переспросили, тут Е, тут Э, тут А, тут О. Все, Рейнольд, Георгий записали, выдали документы, мы принесли, бабушке показали. Бабушка один месяц, по-моему, максимум звала его Гоша. Потом она стала его звать Рэй, Рэюшка. Рэй, 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 расскажи, улыбается так прекрасно. Тебе нравится твои имя? Да. А как вообще дети с тобой чаще всего взаимодействуют? Им, наверное, Рейнольд сложно говорить. Как они тебя называют? Как тебе нравится больше, чтобы тебя называли? Ну, Рэй. Рэй. А Рэйчик, может быть, Рэйчуша? Я не знаю, какие еще это варианты. Нет, нет. Только Рэй или Рэй? Рэй и Рэюшка. Называют ли Георгий? Вот еще вариант. Георгий кто-нибудь называют? Ну, у нас есть одна бабушка, моей мамы сестра. Да, значит, она его исключительно Георгий называет. Но она с ним практически не общается, она живет далеко. Не смирилась. Ну, она просто ей трудно выговорить по-прежнему. А случались ли забавные случаи? Может быть, трудно кому-то, да, кто-то путал, может быть, или называл как-то по-другому? Вы знаете, у нас проблема больше чаще с фамилией. То есть, да, у нас у мальчика фамилия Очкина. И как только не называют, и Бочкин, и Кочкин. Особенно это в больницах бывает, когда надо на слух записать. Да, и потом мы в документах видим и Бочкин, и Кочкин, и как угодно. Поэтому я когда говорю Очкин, от слова очки. И тогда уже гораздо проще становится. Тем более, что у нас так получилось, что разные фамилии. Рэй, расскажи, кем ты хочешь стать? Ну, я еще не знаю. Не знаешь? Правильно. Главное быть человеком, правильно? Мы просто знаем, что ты пришел не с пустыми руками. Кого ты нам принес в студию показать? Ну, если я сделаю таких красивых, ну, я хочу стать художником. То есть хочешь стать художником? Ну, я думаю, у тебя прекрасно получится. Можно мы тоже покажем. Причем, конечно, не просто тут художник, а еще и... Это целый настоящий арх-объект. Вы видите, что птица машет крыльями, перемещается на ней, кто-то сидит. Это потрясающе, Рэй. Ты сам придумал? Это не просто сидит, это гномик. Это гномик, а это? Тоже гномик? На орлах. Угу. Как здорово. У нас есть как раз возможность. Чем ты еще любишь заниматься, кроме рисования? Ну, я учусь в музыкальной школе. На чем ты играешь? Я пока ни на чем. Ни на чем? Пока просто... Ну, как ни на чем? Ты же учишься на чем? На чем-то учишься? На пианино. Вот, видишь, как здорово. У меня дома пианино есть. Талантов у тебя множество. Да? Рисует он двумя руками. Если у вас будут еще дети. Разве зовете, тем более, что вы уже не будете. У нас папа мечтает о девочке. Имя девочки было придумано заранее. Это тоже двойное имя, как ни странно. И Вера-Тираника. Причем это было задолго до того, как король поп-эстрады назвал свою дочку двойным именем. Но это было задолго. Это было 11 лет назад. Мы придумали имя. Но пока девочка к нам не приходит. Ждем. Мы желаем вам исполнения мечты. Я знаю, что у всех родителей это такая самая сокровенная мечта. Если вы хотите дочку, пусть она у вас обязательно будет. А может быть, даже сразу две. Одна Вера, а другая Ника. Может, потому что у меня мама из двоей не вполне возможно. Вот, вполне. Спасибо вам большое, что пришли сегодня к нам в гости. Поделились своей историей семьи, необычным именем. И, возможно, кто-то из наших телезрителей даже возьмет на заметку. Напомню, что у нас в гостях были художник, музыкант Рейнольд Георгий Очкин. И мама четверых детей Анна Твердова. Спасибо. Спасибо.